Всем привет, дамы и господа, с вами Крестоносец, и сегодня мы начинаем прохождение мода из игры Star Wars Empire at War под названием Secrets of a Fallen Empire, Секреты Павшей Империи. Спонсором данной серии у нас является Роман, он заказывал продолжение Звездных Войн, но не конкретизировал чего именно, и я считаю, что он будет не против того, что сейчас вы все увидите. Это будет невероятная битва, возможно, ничего подобного вы еще никогда не видели, не в плане графики, не в плане, может быть, инноваций по юнитам, но в части агрессии искусственного интеллекта. Он является, пожалуй, самой сильной стороной этого мода, невероятно умен, силен, тактически подкован, ну и, конечно, читерит он также весьма сильно, то есть играет непосредством. Давайте выберем режим схватки на новых картах, здесь на моде, в принципе, работает и компания, можно выбрать Синдикат и сыграть за него. Я, честно говоря, не проверял, новые механики и новые юниты присутствуют здесь или нет, но, скорее всего, да, раз работает непосредственно на моде. Есть галактическое завоевание, то есть достаточно большое количество новых карт и сценариев. Ну и стороны конфликта. Их всего четыре, это Восстание, это Империя, Синдикат Зана и Хат Картель. Туда мы еще вернемся, безусловно, в Скирмиш. На моде есть не только космические, как вы понимаете, но и наземные битвы, все по классике, как и в оригинале. Тут мы видим с вами стандартные карты, один на один я с ним играть не буду и вам не рекомендую, потому что, как вы тут ни микрили, ни макрили, комп вас просто раздавит. Но если вы не верите, то вы можете поставить этот мод и убедиться сами, что в течение 10-12 минут вы окажетесь в главном меню, раздавленном просто в дерьмо. Мы будем играть парой на новых картах, то есть это Special and Custom Maps. Некоторые из них находятся в тестовом варианте. Первое, ну это прямо очень жесткий, очень жесткий тест. Там сразу у вас огромное количество денег и выходят реликтовые корабли. И это мы оставим, я тоже думаю, на потом. Начнем мы вот с карты Адзери Локдаун. Здесь довольно интересный режим, то есть 2 на 2, на 2, на 2, на 2, в общем, короче, 4 команды по 2 игрока играют. Сложность ставим экстрим. Со мной будет играть, естественно, экстремальный Ишник. Начну я за Империю. А вообще сыграем за все фракции на каждой, я думаю, карте. Это будет интересно. Как раз мы сейчас и зарядим всех. Все фракции, вы увидите их в деле. Кто победит, неважно, в любом случае буду выкладывать. Здесь можно проиграть очень легко. Команду вы здесь не выставите, по умолчанию будет стоять у всех первое, но не удивляйтесь, в итоге все окажутся парами. То есть неважно, что стоит Team 1 у всех, пофигу. Значит, условия дополнительные мы ставим по максимуму 30 тысяч. Не рекомендую ставить уничтожить врага, потому что по станции есть баг. По крайней мере, именно в схватке. На галактической карте вроде все работает нормально, то есть, когда вы уничтожаете станцию и всех врагов, игра не заканчивается. То есть, либо какие-то юниты улетают за границу карты, либо что-то остается. Он еще минирует карту минными полями, которые не видны. А они считаются за неуничтоженное строение, и в итоге игра не заканчивается ничем. Поэтому лучше поставьте Destroy Enemy Space Station. Как только станция будет разрушена, противник будет ликвидирован, если это бой один на один. Если это бой, ну, считайте, четырех оппонентов, то пока не будет уничтожена последняя станция, остальные будут все равно играть. Остатки их сил после уничтожения их станции. Играем с героями, с, в общем-то, стартовыми бесплатными юнитами, и с супероружием тоже используем. В общем-то, вроде все. Так, экстремальную всех сложность. И поехали. Забудьте все, что вы знали об этой игре. Просто забудьте. Графика здесь, ну, почти такая же, как на оригинале, но дело не в графике. Дело именно в... ...самой игре. Вторая станция. С апгрейдами здесь мы можем улучшать. Наши юниты, экономику и прочие вещи. Бронированный стройц ставим. Комп играет как человек в команде. То есть лучшего напарника я бы себе здесь не желал. Эту станцию можно тоже апгрейдить. Как видите, грейд стоит определенных денег. И далее вы получите возможность на ней заказывать реликтовые корабли и мощных героев. То есть теоретически мы можем заказать здесь затмение и... ...и палача. Лимита 60. Этого вполне достаточно, ничего увеличивать не надо. Иначе начнется проблема. Так, вон здесь синдикат. Я уже все застроил. Надо сразу рашить одного. Залать на БИП. Кстати, на вот этих вот новых картах они строят. Точнее, как бы, ну, базовая станция уже есть. Вот эта вторая, которую они улучшают. И могут использовать реликтовые корабли. А на стандартных картах этой станции нет. И комп ее не строит. То есть он играет только с улучшением основной станции. Вот в этом проблема. Это его слабее не делает. Но тем не менее. Просто имейте в виду. Поэтому, если хотите сражаться реликтами, то играйте на новых картах. В режиме галактической кампании он все производит. Нормально. Реликт строит. Будем давить мы на синдикат. И сейчас забирать его ресурсы. Вот. С южной стороны через астероиды большие корабли пролететь могут. Но они потеряют свой щит. И, скорее всего, откинут ласты. Поэтому там могут проходить только корветы и истребители. Такая своеобразная защита. Пока все тихо относительно. Но это только пока. Этот бой может растянуться больше, чем на час. Легко. И исход его абсолютно непредсказуем. Апгрейда происходит не в астероидах, а на станции, как вы помнили, ресурсов сбора. Ага, ты смотри. А с другой стороны плющит. И морщит. Ресурсы здесь немного по-другому набираются, чем на оригинале, поэтому у вас их будет больше. Ну, компа, соответственно, еще больше. В несколько раз. Ты смотри, он стоит и пасет строительство астероида. Прямо как человек. И полетел. Пока мы не летим на станцию, станция здесь мощнее, чем на оригинале, поэтому так просто их не... Не уничтожить. Молчо, апгрейдится. Молчо, апгрейдится. Декодинг трансмиссионист. Апгрейд в прогресс. Редик в ракшн. Я не... Я не... У Империи есть одна проблема. У них Звездный Разрушитель доступен только на пятом левеле станции. А Небула Фригеты у повстанцев доступны же с четвертого уровня. И Мон Каламари, по-моему, тоже. Вот у меня такое ощущение возникает, что разработчики этого мода очень сильно любят повстанцев. Потому что они их апнули, ну... Насколько это только было возможно. Это самые сильные фракции здесь. И хаты тоже достаточно сильные. Пока будем пасти здесь. Сейчас пойдут реликтовые корабли и начнется основная заворуха. Как видите, станция апгрейдится в разных... Так сказать... Частях интерфейса. Позволяя строить корабли во время обгрейдов. Очень часто. Майл, чувак, подлетел, но строить не стал. Оставил мне за строй. Мой. Сейчас мы внезапно нападем. На... Синдикат. Как только будем готовы. Угрейд почти закончен. Угрейд. 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 Навигадим к координатам. Думаю, что останутся повстанцы, хат... Синдикату крышкой будет, скорее всего. Он прижат, но мы не знаем, что происходит с другой стороны. И как он там астероид захватил. Здоровенная станция пятвурня. А можно ее еще больше проапгрейдить. Дополнительная батарея добавляет на головной базе. Качаемся дальше. Нужны реликтовые корабли. Здесь, видите, все воюют друг с другом, по сути, это ФА. А вот на картах где... Допустим, 2 на 2. Вы сразу начинаете сражаться. Там в основном идет раш. Раш прям с первых секунд жесткий. Необычная команда компа побеждает команду человеков, потому что они их просто переспамливают. А дальше они их завладевают ресурсами, и вам, как вы понимаете, будет крышка. Повторяю, если не верите, вы можете сыграть команды на этом моде, и вы очень будете удивлены. Сасямби через 10 минут. Сасямби. А то и быстрее. Особенно, если вы поставите против себя повстанцев. Вообще, дикое имбище. По-прежнему тихо. Ощущение обманчивое. Мы уже приближаемся к реликтовым судам. Здесь будет доступен после апгрейда еще один звездный разрушитель класса 3. Еще больше, занимает 12 лимитов. Нормально, пока мы контролируем достаточное количество астероидов и ресурсы у нас кодятся и идут. Смогу затмение построить сейчас. Стоит 30 тысяч. Проблема в том, что она строится только на пятом левеле. Нужен еще один грейд. И комп умеет на этом муде очень здорово вкусить корабли, при том он умеет забрасывать вам в тыл войска. Допустим, если вы сейчас атакуете одного, уведя вообще все войска с базы, у вас не будет резерва, чтобы сбросить дополнительно. Он вам может скинуть реликтовые корабли прямо к станции и умничтвориться. И все. То есть пролететь туда истребителями, и вам крышка. Он немного удивляет. Как вы решили. У меня один раз такое было. Это было очень неожиданно. Мягко говоря. Поэтому я все силы, наверное, в бой кидать не буду. Все равно что-то надо оставлять для защиты станции. Несмотря на ее мощь, он может продавить двумя реликтовыми кораблями. Вот, видите, разрушитель третьего класса имперский. 9000. Ну, некоторые корабли из оригинала, некоторые здесь новые. Несколько видов разрушителей, там всякие истребители, и куча героев, которые заказывают через вторую станцию, которых на оригинале не было. Повторяю, если вы начнете 2 на 2 или 1 на 1 игру, то бой закипит уже где-то с первых секунд. Кстати, вон первый реликт вышел. Это у повстанцев. И, судя по всему, это вискаунт. Судя по размеру. Вот, кстати, а, да, еще реликт вышел у хантов. Огромная станция, которая чинит вокруг себя корабли. Вот, мы можем заказывать затмение либо палача. Затмение можно заказать только одно. Палачей можно заказать столько, сколько у вас денег будет. И непонятно, куда этот парень пополз. Судя по всему, они к нам пошли. Включаемся в проход. Закрыть. Судя по всему, я не знаю, что он там никак не развернется, но его мощь неоспорима. Да, он, слушай, к нам ползет. Ты че? Ты дел, что ли? И звездный разрушитель уже он во все обстреливает. Решили заняться они нами. Интересно, интересно. Очень интересно. Делаем грейды на броню, на станцию и прочее. Пока ничего больше не выводим, потому что у нас на затмение на тридцатник лимита. придется мне затмение кидать на базу, а не к синдикату, как я планировал. у меня есть определенный запас. Надо отходить на базу. Пока что забиваем болт на синдикат. Займемся этими хатами. И вот минус уже звездный разрушитель. Эту станцию хрен очень пробьешь. затмение 70%. Второй вискаунт выходит. Или это МЦ-99. Может, поменьше. Иконка. Второй реликт. У нас, вроде, чувак тоже строит. Я имею в виду имперец. Потому что не выходит больше у него корабли. Строит что-то большое. мы пока отвлекаем и, в общем-то, сиянем время. Мы не добрались до нашей станции. Потому что здесь станция будет уничтожена. И первая, вторая мы проиграем. Сразу. А вот и затмение. Клипс знаменитый. Чая лазера прожгло. И сразу, видите, щит и пол хп улетает. Это хреново, но, правда, в затмении щит пробивается. Лимит в таких боях я не рекомендую увеличивать до плаги и, скорее всего, будет краш, даже если вы увеличите оперативку до 4 гигов с пользой. Слишком много юнитов, текстур на карте. Пытается уйти под влюбом. Заказываем палача. Двух палачей закажу. И сразу. Ну а вот выйти отсюда с базы довольно опасно, потому что затмение потом будет тяжело развернуться в этом узком пространстве. И, как вы понимаете, и если нас подловят на контратаке на нашу базу, мы могут и взорвать станцию. Так, вот, выходит второй о-герой. Это парагон. С камерой здесь никаких проблем нет, потому что пропорции у многих юнитов из оригинала и этих безумных летаний, как это было на моде Трауна, здесь нет. На мой взгляд, есть Ишнингис играет сильнее, чем у Трауна. Вот вы можете сами попробовать и в этом убедиться. Вот насколько он в Трауне хорош, и здесь он еще сильнее. Особенно на вот этих вот нестандартных картах. Он просто офигенен. Алач, в принципе, может выйти вместе с отменем, но они займут почти весь лимит. Будет уже 55 из 60. Ну, когда я их выложу, я обычно использую еще истребители и бомбардировщики для прикрытия в лимите 5, потому что каждый из них по единице занимает, либо небольших героев можно также юзать. Так, взорвалась эта хрень. И, как видите, она взрывается не просто как на ремейк-моде белым экраном, а есть эффект взрыва нормальный. И у затмения и у всех реликтов кораблей, в отличие, опять же, от ремейка, есть точки на корпусе, которые можно пробивать. Они не представляют всякую-то монолитную структуру, которая будет стрелять до того момента, пока вы не уничтожите ее. Так, следим внимательно за базой, чтобы нам за спину никого не скинули здесь из страждущих. Ну, здесь стандартно Траун из командиров, есть еще Аркхаммер, он, кстати, не занимает лимита и его корабль может блокировать ракеты, которые летят в вас. ракеты это такие фиолетовые козюльки, которые вылетают. Да, вот они летят, видите, вот это вот ракеты, которые Аркхаммер может отклонить своим кораблем. Чувак, не очень-то удачно высадился, а вот повстанец пока не вылетает. Килдаба пошли линкоры у синдиката. Когда я проводил здесь тестовый бой, синдикат удалось уничтожить почти сразу на этой карте, но, как мы видим, здесь пошло все по-другому, нас не атаковал тогда ХАТ и удалось сразу зашпилить синдикат. На него еще напал, плюс ко всему и повстанец с другой стороны, а сейчас все по-другому происходит. То есть, как мы видим, полный рандом, абсолютная симуляция стопроцентная. Бобров. Денег не так уж и много, стоит отметить. Застраивают, видите, наш второй имперец тоже строит. Занимается делами. Но реликта от него пока нет. Пока что только обычные корабли. Дефендер сквадран репортирует. Шилд почти репортирует. Сверху. Стар депортирует репортирует. Глядись, хотя неохотно у него лучше трестить. Лучше венатор грохнем. Венатора есть двух видов с одного выстрела. Все по-канонам. Венатора есть у повстанцев. С самого начала с второго тира доступная и есть венатор ухата, которая доступна уже на четвертом. Даже на пятом тире у него и они уже гораздо мощнее. Они крупнее по размеру и огневых точек на них больше эскадриль гораздо. Есть торпедные установки. чайнин вышел. И вон. Подождем. Я думаю, что можно палача вывести одновременно. Нам уничтожат этот год. Корабль! Схожи вывести. Палача. О! А вот и главный его корабль вышел. Что-то тут разошлись они. Кронос Цепта. Рототайп. Аналог затмения, но поменьше по размеру и нет главного оружия или лазера. Доступен палач. Ведь они не залезают один на другой, но почти. Корабли находятся на разной высоте. То есть хорошо. Хотели увидеть затмение палача в одном бою, да пожалуйста. Бой реликтов. Здесь никак что-то не развернутся. Повстанцы не могут выйти. Ага, во, кстати, еще и палач теперь уже у имперца. Надо вылезать. Пока я отсюда не выйду, ему будет трудно развернуться. Но пока сложно вылезти, как видите. потому что битва течет. Вся на выходе. Делаем еще грейды. Фэт с Вейдером в такой ситуации быстро уничтожены. Мастодонт летающий. Огонт сейчас станет без щита. Не хотелось бы выползать далеко, потому что мы сейчас попадём под перекрёстный огонь с двух сторон. И первого, по ходу дела, придётся уничтожать пятая. Надо иметь резерв. После уничтожения Эклипса пролететь, скажем, Вейдером и навести удар сразу палачом и двумя палачами одновременно по его базе. Ну, оно наползает и будет спрятать с ним. Теренизация при таком количестве кораблей вставляет желать лучшего, безусловно, если в 2 на 2 ещё как-то играется неплохо, то тут уже начинает напрягаться, как на ремейке. Сентурион, это один из его линкоров. Кстати, хаты одни из немногих, кто могут справиться с повстанцем 1 на 1. Ни консорциум, ни империя, по крайней мере, в моём исполнении, это не смогли сделать. Может, у вас получится. Мать и в пердак. Лазер стреляет, причём в любом направлении у затмения, даже если он боком стоит, корабль к вражескому, всё равно лазер изгибается. То есть, заниматься нормально прорисованы. Пробую я проползти туда, вот, к своему оппоненту. Пытался пролететь к нам в тыл, он был ликвидирован. Пускай он там долбится с вискаунтом, мы пока что с вами полетим к нему, к астероиду. Рейдер тут долго не пролетает в таком. Матчилове. Да и Фетт тоже, я думаю. Но у Фетт есть одна отличная обилка, которая позволяет убирать вражеские истребители и бомбардировщики, это, конечно, его бомба. Главное, его в нужный момент скинуть. Вот за счёт этой бомбы в мультиплеере Фетт просто дико негибает. Тех повстанцев. Ну, в мультиплеере вообще Империя всех негибает. При равном скелетам дрючь там нещадно. Остальные фракции. Не видно, что там вискаунт делает, но он разбирает, как мы видим. Парагона. Идти туда будет проблематично, потому что затмение тяжёлый, корабль разворачивается медленно. У меня уже несколько палачей есть в запасе. Это суббота под нашим контролем, но у нас не все астероиды есть. Три астероида. Смотри, приток не очень быстрый по ресурсам. Есть пушка, можем упомянуть. Она... Ну, по реликтам не особо большой урон наносит, но тем не менее... Тихонько... Тихонько полигон как пробивает. Субботменя выходит на рубеж. Здесь одна бомба и... Сейчас выключаю. Истребителей уничтожили. Палачу будет развернуться тут ещё сложнее, но ему надо так же туда пролететь. Лидер добрался. Восполнили ему эскадрилью. Чё-то комп, видите, не захватил мой союзник. Он там весь увлечён боем. И вон Вискаунт выползает. Нет, только ещё начало боя. Не понимаете. Потому что продавить будет чрезвычайно трудно, а станцию саму уничтожить тоже довольно долго. Поптимальный вариант, конечно, сбросить прямо к боевской станции реликтовый корабль. Но нужно и про свою базу не забывать. Вон Вискаунт. Размеры тоже впечатляют и занимают им тридцательных лимитов. Тоже же без счета. Ну, здесь кинокамера, смотрите, одно удовольствие. Без всяких дёрганей, всяких паралитических истребителей. Метание камерой из стороны в сторону. Ну, иногда бывают баги, но крайне редко. Всё равно монокорректно показывают. Идущий бой. Всячески рекомендую попробовать этот мод. Если бы хотели поиграть с сильным аишником, это мод мечты. На многих мудах есть красивая графика и там новые корабли тоже есть, но есть очень тупой конь, который всё портит. Или у него есть баги, которые всё портят. На этом моде такого вы не встретите. Наконец-то вылез наш палач, но что-то он пошёл и за мной. Пошёл в другую сторону. Миллиметру пытаемся всё-таки вползти к ним на базу. Сделаем ещё пару звёздных разрушителей кораблей поменьше, потому что мы должны затыкать лимит. Попробуйте здесь прорваться, когда вискаунт стоит в проходе, а проход только один. Правда, можно сделать вот так вот. И вот луч, о котором я говорил, и который разворачивается под углом в корабль, то есть анимация нормально проходит у затмения. Он не стреляет абы куда. Вот, у хатов именно такой вид станции, агентский стероид. Очень тяжело корабле, это серьёзное повреждение получило из отмения и палач. Ещё и Синдикат, который пытается сломать нам экономику. Парагон. Ну а если сейчас он уничтожит палача, в принципе я буду не против. Я просто высажу дальше второго. Прямо он под астероид. Не-не, по-моему, вообще замерло. Набью я по винатору лучше. Пушкой, но видите, повреждение только на пол хп. К сожалению, Эклипс не построить ещё один, потому что... Работает в единичном варианте. Присутствует как... Ваш топовый релик, как флагман. И впрок их не сделать. Надо иметь 30 тысяч, чтобы после уничтожения сразу заняться строительством по-моему. В идеале. Синдиката что-то не выводит свои реликтовые корабли. У него то ли лимита нет, то ли хрен знает в чём дело. Но у него они есть, и в тестовом бою он спокойно их выводил. Правда, они ему не помогли при атаке с двух сторон. Может, он весь лимит забил сами киллдаба, да, агрессорами. Уничтожим астероида и, в общем-то, хан будет выключена с боя даже. Взкаунты заперли. Заперли имперские корабли. Эклипс. Также был уничтожен, но это не страшно. Другой сюрприз для них. Что такое-то? Ведь астероид очень медленно разбирается относительно... Относительно оригинальных. Это затмение взорвалось. Оригинальных Звёздных войн здесь сложнее пробить станцию, я уже говорил. Гораздо сложнее. Заходим в астероиды. Потому что у нас астероидов осталось тоже мало, прорывается синдикат. У нас два астероидов сион. Где остальные? Гораздо. 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 Атак. Потому что там истребители вражеские тают. Гораздо. 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 Что ты хочешь? Правильно сделать, чтобы станцию сложнее уничтожить. Каким-то супер-Рашем вы её не накроете за минуту даже или теми свои кораблями. Копим 30 тысяч на затмение сейчас, еще раз. Почти сумел он палача достать, но это парагон разбирается. Вы можете размениваться на флагман, чтобы уничтожить его второе. Это и плюс еще и станция, здесь вторая, пятую уровню. Пока она не будет уничтожена, игра не будет выиграна против него. Ага, во, кстати, второй корабль, видите, МЦ-99, старт-дефендер. Еще один здоровенный, гилдообразный агрегат летающий. Второй из реликтов у повстанцев. Главный астероид почти уничтожен. Астероиды крышка, в основном, по крайней мере. Астероиды крышка, в основном, по крайней мере. Они пошли непонятные с топ-кадрами. Это что-то в стиле ремейк-модового. Игра не успевает обрабатывать количество истребителей, которые здесь находятся. А может быть и больших кораблей. Пролагалось. На наши станции пока так и не добрались, но денег у нас, как видите, 13 тысяч. И астероид, который я пытался застроить, один уже уничтожен. Валим вторую станцию. Как только она будет разбита, он не сможет выводить из-за подкрепления и героев, и реликтовых кораблей своих. Развалился, но это не проблема. У нас есть еще один. Добить обязательно. Затмение еще как-нибудь и копить. Хм, этот решил помочь нам добить. Затмение залезло в астероида и сейчас получает от них урон. А, вон у них, видите, вышел корабль. Наконец-то у синдиката. Видать, в реликт влез. Подтверждение моих слов, что он их выводит. Нормально вот это. Очень тяжело, ведь станция разбирается. Очень тяжело. Раунд готов. О, и к нам. Казачка забросили. Залетно, но станция дверь разберет его без проблем, плюс прикрывает комп нормально. У меня почти и запаса резервов нет. Сейчас все, видите, копится в Эклипс. Неясно в этом бою, чем все дело закончится. Потому что двое еще плохо разожравшихся, и синдикат, и, в общем-то, особенно повстанец волнует. Вот Ленатора сейчас в щимня залетает с тыла. У нас осталось по-прежнему два астероида, потому что уничтожили один, и вот только сейчас появляется возможность застроить. Поэтому ресурсы идут крайне медленно. Даже после всех апгрейдов. Сейчас палач развалится. А с тыла у него идет еще один корабль. Один вискаунт на базе. До этого повстанца не стал выходить, а он просто не пролез. Даже на этом моде бой 2 на 2 может растянуться больше часа на экстриме. Быстрых боев здесь не бывает. Вот 6 тысяч. Так, мы остались с вами вообще на одном астероиде. А, нет, тут застраивает комп нормально. Ну, тут не только строит, приносит ресурсы, но еще и станция. Парагон уничтожен, и сейчас мы добьем его. Вспомогательную станцию. Ро Ро Корабли у него останутся, недобитые еще, потому что он не последний из оппонентов. Но как только последняя станция будет взорвана, тот, кто ее взорвет, тот победит. Не видим мы пока его реликтовый корабль. Но чем-то он похож на корабли у Уорлла. Похожий агрегатов. МЦ зря сюда залетел. Теперь он уже понял, но поздно. И его еще атакуют оставшиеся у хата бобры. Кстати, они с повстанцем как раз схлестнутся, и сейчас надо будет выбрать просто жертву. Я выбираю повстанца, от уничтожить первого. Показываем Эклипс. Да, это еще вот у хата, у него. Последнее корабли не уничтожили. Закрывает выход с его базы. Староид не достроен, в принципе, мы можем это сделать. Минус МЦ 99. И здесь, как и на ремейке, корабли не сразу взрываются, они еще начинают падать в вертикальной плоскости, или на планету, или просто в космосе парить в вертикали вниз. Что смотрится достаточно неплохо. И вот мой союзник высадил в нужное место своей корабли. Правда, я тут и без него бы уже разобрался, но, видите, помогает мне оба куда-то их кидает, а действует весьма и весьма синхронно с вами, несмотря на то, что это в конкурсе. А по его действиям порой не скажешь. Долететь бы, чтобы... Показать меня это и не высадим, потому что нам надо избавиться от пары кораблей. И начать уже мощную атаку на повстанцах. Ну, это, кстати, режим максимального количества противников, считайте, это 8 игроков участвует в бою, поэтому... Поэтому и производительность тут далека от идеала. Вот, кстати, полетели не было... ...ленкуры... ...стар-дестройеры у повстанца. Теперь нам отсюда надо вылезти. Вылезти и проползти к... ...вискаунту. Который продолжает патрулировать по своей территории, да, кстати... А, это субджигатор вышел. Вы такой уже видели на ремейке, смотрели его... ...мод. Только не такой лагающий, не такой огромный. Вот, как я говорил, в принципе, на ремейке можно было пропорции ставить вот такими же. То есть, графон сделать... ...супер детализированным, со всякими пост-эффектами... ...блюром, блумом, но... ...не такие огромные корабли. Чтобы движок игры мог справляться с текстурами... ...такого объема. И вот этот мод, видите, доказывает, что... ...при огромном количестве реликтов... ...игра идет вполне нормально, если у вас, конечно, просто выстрелит по одному ядру... ...даже при... ...восьми противниках на карте. ...воспомнил. ...элиминируя таргет. Нашим царгетом приоритетом – лазер-каттер. Здесь... ...выстречающий мяч. Да, командир. Взрыв! файл кстати сжигатор так не он хватил партнер келдовыми потому что именно он уже плохо потерял даже больше ничего подобного короче выползая мы сейчас будем там с виска он там биться а вот это фендер стандинга репортинг строят не застроить нормально у вас в наш видите строить застроили уже прекрасно просто чудесно есть затмение но мы не можем к сожалению пока пользоваться у нас не хватает лимита повторяюсь лимит увеличить игра вылетит но при таких боях сто процентов команда просто столько текстур не потянет через я не могу пролететь насквозь астероиды могу конечно туда пробросить истребителей бобров но че толку-то от них тут же уничтожат а ничего серьезного я пока скинс не могу там наглую под нашей базой застроил Эти мы удачно уничтожили того, кто на нас согрелся, а повстанец сейчас воюет с... Ну, правда, он и с нами воюет, но и с индикатором, то есть не все войска на нас прокинули. И есть возможность продавить его вискаунт. Попытаться хотя бы. Делаем грейды. Рыльки будут дамажить больше, но шомпсу это понравится мне. Так что, в общем-то, если вы любитель хорошего искусственного интеллекта, долгих боев, красивых, то у вас есть мощный процессор с высокой частотой на одном ядре, и тогда этот мод прям для вас. Если вы скорострел, который любит бои по 15 минут, ну, тогда вы ошиблись адресом. Если вы ни один бой за 15 минут не закончите, даже один на один. А хотя нет, вы закончите один на один на экстриме, потому что вас вынесут за 10 минут. Тогда ваша мечта осуществится. Я говорю серьезно, то есть, если вы не верьте, вы можете попробовать. И вы офигеете от того, как быстро вы окажетесь главным меню. В общем, в лобе штук продавить довольно сложно, но это и купая атака. Надо кидать ему в тыл войска. Лимит освободи, мы приступим. Дестройер и, в общем-то, палач. Палач, ты можешь и по центру идти, а Дестройера надо как-то забацать на базу повстанцев. На мой взгляд, он опаснее, чем Синдикат. Как я уже говорил, повстанцы это имбища. Особенно на первых тирах. Разработчики. Кто-то из разработчиков просто состоит в повстанческом движении по всей жизни, поэтому наделил данную фракцию невероятными возможностями с первых минут. Их винаторы на Т-2 разрывают у Империи любые корабли, у хатов, у Синдиката. Просто говно. И плюс есть торпедоносцы, вот эти вот, которые называются МЦ-30С, стреляющие просто градом. Как видите, торпед, там по 7, по 6 штук летит. И все это они делают на скорости. Их довольно сложно уничтожить, довольно сложно по ним попасть. То есть любые крупные корабли они превращают в мусор. А вот вы еще попробуйте их догонить, называется. Можно, конечно, попробуйте его подцепить. Но это только с больших дестройеров вы можете сделать на Т-5. У него, то есть, корабли уже доступны, по-моему, с Т-3. А у вас дестройеры будут доступны только на Т-5. То есть вы не можете его ни догнать, ничем, ни... Вообще ничего, короче, вы сделать не можете. Но он вас имеет во все дырки. Все ваши виктории и, в общем-то, любые креселы. Ну, вон, есть торпедки летят. Реенфорсменты. Декодинг трамплажей. Сделать опять арка. Даже выпусты это сложно за особенности карты. Но это карта числя фа. И териспы изолированы друг от друга. И все сделано по уму. Как должно быть. Всем сложно, вам сложно попасть на базу. А врагам просто ее оборонять. Ну и наоборот, вам также будет оборонять ее легче. Мы потихоньку вылезли. Сейчас начнем прорываться в повстанскую базу. Конечно, получится. И копим силы. То есть, никогда не будет лишним иметь для выброса из гипера хорошие корабли. Нужный момент. Либо базу прикрыть, либо... О-о-о. Либо... У нас второй на другой стороне уже есть. Нормальные ресурсы идут. Либо базу прикрыть, в общем, либо открывать. Я копил. Ну, хат уже выключен из боя. То есть, мы уничтожили станцию. Его корабли, все оставшиеся, также уничтожены. Хоу-1-ы. Аналоги Стар-дестройеров. Второго уровня. На мой взгляд, мощнее Хоу-1, потому что я... Встраивал такую мини-дуэль между ними, Хоу-1 перестреливает. Дестройеров третьего класса нет. Но он и лимит занимает 12, а не 8, как Хоу-1. Возьмите в воле. Там. Покажите свои реинфорсменты. Так, а пока усаживать раны еще, я думаю. Потому что его сейчас просто разберет. Бискаунт. Челдаба прошел прям через поиск стероидов. Я поделываю мелкие корабли для прикрытия реликтов. Торпедную хрень надо уничтожать в первых рядах. Но ведь в торпеды летят. А мы даже в него попасть не можем. За счет того, что он очень быстро двигается. А торпеды вон опять полетели. Вообще, тут арк, конечно, нужен. Но мне нужен будет для защиты Эклипса. Да, я его скину к ним на базу. Потому что вискаунт прямо рядом со станцией там баражирует. Нормально, прикрывают. Станция прикрыта. Университет в производстве. Университет. Болмарк. Торпеды вверху. Университет здесь. Я ждал. Я сейчас идти. Продолжение. 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 Мы потеряли канон. Торпеды вверху. Ну, у палача уже ничего не осталось. Он как баллонка большая летает. У тебя оружия нет. Остались только двигатели. Ну и там пару лазеров сзади. Хороший сброс. Бомба. Ой, нормальный. Более или менее. Палача надо просто сливать. Жалко, вот никак не взорвать. Принудительно. Мы только избавимся от палача. Сможем скинуть затмение. Но Вискаун все портит. Сразу сделаем по нему два залпа. Пушкой с планеты и, в общем-то, с самим орудием Эклипса. Просто ползем. Большой светляк. Слушай, а он что-то не на нас ли попер? Да нет, вроде. Пока сам не знает. Не определился, на кого ему напасть. Ломают экономику и разносят наши стероиды один за другим, видите, не дают они тут особо разжиться. И ресурсов все меньше и меньше остается. Так, все отлично. Развалился. Ой-ой-ой, все жестко-то. Я сейчас буду атаковать один, а их будет двое. Потому что мой союзник весь тут на дефе отрется. Надо подготовиться, не огульную атаку делать. Позволить Вискаунту вылезти. Надо, чтобы туда заполз и синдикат, и в этот момент ударить. Вискаунт ушел на разворот. Я могу, кстати, палача скинуть и затмение сюда одновременно. Опасно, блин. Но зато мы можем поставить жирную точку сейчас. Ярко сюда скинем. Внезапная атака от... Ростоносца просто царский вылет. Ростоносца. Ростоносца. О, как хорошо тほ прям... Мэх, но... Хорошо-то хорошо. Только щит его лишили и еще чуть-чуть кп сняли. дать мы фото монстров теперь станцию долгом весь огонь на станции депутат арк встает нас защитную позицию формирует хрень а то нам часы бобры наш состребитель не призываю станции так просто будет поиметь а уж через к он прикрывает а он очень далеко стреляет наш чувак весь на дефицит буду до спамливать старт строй рамки 3 класса ради фуга манта это стандартной нам по идее ракеты не доходит там штатах должен все ой 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 как него теперь планы меняется надо уничтожить ее и долбит он парк раз по арку хаммеру гара выбьем бы еще на него навестись если я не навожусь меня сбрасывается прицел клево неудачно подлезли эклипс вообще под таким углом стрелять неудобно о помогает нам сабджугатор и тут просто облепили милкие друзья скаунт 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 в производстве скаунт 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 буквально сяну скаунт Но вискаунты жирные, тут не видно сколько у них хп, но понимаем их просто до хрена. Афинальный демочек качаем. Не забываем про ресурсы, ресурсы нам еще понадобятся, бой далеко не закончен, хотя мы только побеждаем. С компуктером. Паших элитных истребителей бобров сбивают просто колхозников. С местного рынка, как будто они там первые сели за руль. Их местные ГАИ задерживают, без особых проблем. Ведь мы объединились с империей с синдикатом для того, чтобы покарать имбу местную повстанческую. Либо что должно быть с имбой? Правильно, имба должна страдать, что-то тут не застроили. Астероид. Ага, тут уже под нашим контролем. Я смотрю, у нас идет приток с невероятной скоростью. Станция уже без щита. Ну, мне надо разобраться с этим жирным бичом, прежде чем ей овладеть скончателем. Смотри на камни. Чискайте уважения. Реенфорсменты. Реенфорсменты на рот, как у皇帝 will. Упгрейг complete. Овладеть его. Понятно, у нас Фед полетел, но не долетел, к сожалению, потому что кто-то его там.. Сбиванул. Вот такие корабли комп не строят на обычных картах, стандартных, потому что у него нет станции. Здесь-то, видите, она уже изначально стоит на новых картах, а на старых ее нет, и он ее отдельно не строит. Почему это в механиках не прописано, непонятно. Так что, если хотите со станциями воевать, то играйте на нестандартных картах, либо в режиме галактического завоевания, там что-то работает. Итак, луч, давайте-ка... А, по станции мы зарядить не можем, давайте-то по искаунту еще раз. Зато по станции мы можем вот таким лучом играть. С планеты. О-о-о-о, хорошо! За один выстрел, пол-хп. Ну вот и все. С станциями, считайте, поконченный, остался только синдикат, сейчас его побырнет. Оприходуем тоже, и победа будет за нами. Вот и мои союзники, наконец-то, оживились. Обычно, когда я уже почти победил здесь, помощь пришла в нужный момент. Волочая, между прочим, опять почти разобрали. Смотри, прорвался, прорвался. И, кстати говоря, между прочим, империста взорвал его станцию. Ты погляди. Я думаю, где он там тусовался-то? А он на его станцию грохнул. Даже раньше, чем я его повстанцом. Все, тогда им крышка. То есть они не могут водить обычные корабли, они могут водить только героев и реликтовые. Со второй станции. Но повстанец пока еще может. Но ненадолго. Да, видите, он закинул ему десант за спину и не успел вернуться через застероидный пояс и своими кораблями прикрыть свою главную станцию. Молодец, интерес. Вот так же могли закинуться к нам спокойно. А у нас бы, допустим, затмение и палач были бы сейчас на атаке повстанцев. И все, крышка. Если некому прикрывать и на вас кинуть двойную атаку, все, мы проиграли. На такую карту. Палач почти небоеспособен. Затмение все еще обладает большим количеством орудий. Получай, остались только двигатели. Уже ничего, у меня не осталось. Как тебе такое? Уболюдок. Он еще не добит, поэтому надо довершить начатое. Еще вторая станция осталась. И то надо грохнуть. Остался у меня как ангар. Сумел защитить последнюю свою станцию Синдикат, но это ему не сильно помогло. Потому что больше обычных кораблей-то он уже не выведет. Все, повстанец тоже считать разбит. Остается только у него возможность выводить подкрепление через вспомогательную станцию. Делаем еще корабли, которые влезут в лимит 5, 6. Нужно иметь разнообразные войска для того, чтобы всегда у вас лимит был 60. И было возможность небольшими даже силами прикрыть. Прикрыть свою, например, главную базу. Это было совсем плохо. Правда, помогает, помогает витим перец. Только себя не хватало. Но он как раз высадил подкрепление через вторую резервную станцию, как вы понимаете. Реликты он с нее еще может кидать. Охреневает Синдикат, не понимает, что ему дальше делать. Зан уже устраивает. Казни на Кибер. Гильотине. И на Гравио. Виселицы вешают оставшихся. Своих бойцов, которые не выполнили приказ. Не спасли главную базу. Кстати, слушай, он попер на нас. Он пошел в размены, ползет к нашей основной станции, смотри. А сюда же и ползет и Зан, потому что у него другого выбора-то нету. Пошел мстить. Быстрее кончать с ними. Если они вдвоем закорефанятся, все это может закончиться весьма плохо. Так, кстати, забыл еще не максимальный грейд. Все кораблей на 50% в буст фаерпору получают... ...5% скорости. Как минимум, устанавливать щит, это, конечно, замечательно, но... ...передумал, по-моему, повстанец, и решил отомстить синдикату. Плос-плос к нам, но потом синдикат его отвлек. Давайте посмотрим тут уже, чтобы победим. Должно произойти чудо, чтобы они прорвались к нашей станции. Мы добились сразу обе. Тем более неплохо, имперец может прикрыть у него много маленьких кораблей. Много линкоров, которые, в общем-то, доберутся до базы и прикроют. Да и плюс наша станция раскачана очень хорошо, и первая, и вторая. То есть можно только реликтовыми кораблями уничтожить. Но тот с большим натягом. Так что вот такой вот отличный бой получился. Зрелищный, долгий, в целом упорный. У меня Хоум Вант еще остался. Остался, но уже ненадолго. Что лазер Эклипс отправляет его. Навстречу с холодными опасностями космоса. Если он не успеет вывести реликтовый корабль, сейчас-то все. Останется только МЦ-99 из крупных. И пару не был. Уничтожный нарк прикрыл. А тут, видите, всеми силами защищают оставшуюся резервную станцию «Синдикат». Но с ресурсами у них полный трындец, потому что, ну, комп, несмотря на то, что четырит, по количеству получаемых кредитов, они у него не безграничны. Все. Вся. Станец проиграл. И империя принесла порядок в галактику. Мы их уничтожили. Учитель, оборотов. Тайд, офиге, отверстия! Подлоги начинаются, когда уничтожаются все станции, но при этом остаются войска. Комп хочет вывести по всей видимости, но уже не может это сделать. Денег завались, как мы видим. И осталось добить только последнюю станцию у синдиката. Проблема в том, что туда надо еще как-то проползти теперь. Затменимый палачом. Это будет не так-то просто сделать. Да, все-таки Витя Пастань сползет к нам через астероиды, прям в наглое прет. Не было закрывать проход, чтобы мы не могли выползти. Но слишком поздно, чувак. Ведь он проиграл заброс десанта моего и не смог установить два релифта корабля сразу. Своей главной базы. Тай, как миф. Тай,ая brakes. Тай, Уст 나�ing стении. Сергей! Ну и в этом моде в целом интересно сделано сценарии на галактической карте завоевания. Единственный момент, я играл за Империю, первый, на самом маленьком из сценарных вариантов, и мне показалось он что-то слишком легким, то есть там в центре надо было отжать мир, через который можно было атаковать три кластера, в котором были хаты, собственно, повстанец и синдикат. Ну, несколько раз они пытались с центра прорваться, там очень легко дефиться, и буквально станция второго уровня и палач смогли сдержать несколько атак у хатов и у синдиката. Повстанец был первый уничтожен, но я этот сценарий сыграю, вы сами увидите. Может быть за повстанцев там будет сложнее, за хатов и за синдикатов. Я не знаю, я пробовал только один раз. На более крупных сценариях, да, там они уже на картах давят сами, и там все стандартно, все стандартно хреново. На уж, так мы будем долбить очень и очень долго. Продесант сюда Квити не сбросить, потому что... Нету соответствующего подсвета. Два флета вообще сбили. В легкую, да, этот идет мстить, товарищ. Его лезть не состоится. Вторую станцию я могу пробить, если бы нет. Нет, станция не пробивается, у чем Эклипса. Ну, правильно сделано, иначе слишком было бы просто их уничтожить. Тоже достаточно крепкий. Корабль. Не пробили мы его на фулл хп и щит. Ох, фига тут налетело. У них был, кстати, какой-то запас, там штанция-то уже уничтожена, а он агрессоров уволит. Все, не менее. Кайл Катар летает. Недобитый. Ну, а мы продолжаем тут создавать корабли поддержки. Так что вот для тех, кто хотел Эклипс увидеть в ремейке, там пока его увидеть не получится, зато здесь без проблем можно за него поиграть, за этот корабль. Но в галактическом завоевании он строится в определенных только системах, то есть везде вы его не построите. Как и звездные разрушители, они строятся на определенных планетах. Ну, как и на оригинале, так, не очень. Правда, на оригинале никакого Эклипса и Палача нет. Продолжение следует... Я бы назвал этот мод нормально работающей версией ремейка, без графона. То есть тоже охрененное количество кораблей, новая фракция, отличный искусственный интеллект, большой лимит, интересное галактическое завоевание, и есть плюс еще и наземные бои, которые сделаны очень классно. Ну, я об этом уже говорил. В видосе Трауна они быстрее. То есть там, ну, техника двигается поживее, хотя так же реалистично, в целом, чем на оригинале. И динамика там на порядок выше. Все, этот Империс справился, союзник с... МЦ-99. МЦ-99. Ну, наша станция ведь практически не была повреждена в тестовом бою, когда я сыграл... Меня повстанцы... Скинули десант. Два МЦ-99 под дестанцию, и... Короче, удалось... Их разобрать быстрее. То есть мы их станцию грохнули раньше, чем они нашу. А так там было все очень плохо. В концовке повстанцы остались последние. Первый тогда пал Синдикат, потом были, собственно, хаты, да, и потом остались вот повстанцы третьи. Был своеобразный размен, но в итоге удалось их победить. Все, минус его... сам Джигатор. И добиваем станцию. Побеждаем. Продолжение следует... Немного тут залез палач в затмение, но... Что поделать? Два огромных корабля... Они всегда помещаются корректно на карте. Для этого нужна полная трехмерность, и ее нет ни в одном из модов. Есть псевдо-трехмерность... с облетами через полкарты... из-за нее. Но это все-таки не то. Это не Хоум Уорл, где... Полностью войска могут свободно по вертикали летать. По горизонтали. Ну ничего, я думаю, что после удачного релиза, ремастера... Command & Conquer... А он реально был удачный, и в плане реализации, и в плане продаж уже... По началу... Думаю, за горами будут и следующие игры... Итероглифов... В том числе и... Звездные войны. Может быть, получат... От электроников зеленый свет на... Продолжение, либо на переездание. А там, может быть, будет и 3D... Наконец-то космос. Все, победа. Да, у него остались еще войска, но... У нас было уничтожение станции, поэтому мы победили. Так с ним можно было долбиться еще долго. И полтора часа, о чем я и говорил, это сражение шло. Такие были потери. С нашей... С компуктером стороны тут даже... За сотню, видите, некоторые юниты были потеряны. Это истребители. Чудовищные какие-то значения. 180, 106. Где вы еще такое видели? Где вы еще видели такую мясорубку? И вот... У оппонентов, что было потеряно, тоже показывают. За 200 даже. Бомберов 110. Мереч. МК-2, Скуадрон 206. Не был 28. 3 МЦ-99. Да. Ну вот такая была разборка. В принципе, атаки внезапные моих линкоров помогли завершить это сражение досрочной победой. Так сказать. Если бы это было полное уничтожение, ну не только станции, то сейчас бы пришлось еще минуты 2-3 его долбить, добивать его киллдабы, линкора и агрессоров. Ну в принципе там, я думаю, всем понятно было, что уже победа в любом случае. Так, по крайней мере, мы видим табличку, что мы победили, иначе мы бы всех бы уничтожили, все станции бы грохнули, она бы, бой бы не закончили, и в итоге нам пришлось бы выходить. То есть мы бы знали, что мы победили, а она бы написала, что мы проиграли. Вот такие вот дела. Я не хочу смотреть, что я проиграл, когда я победил. Поэтому поставил уничтожение станции. Ну вот, такой вот мод, такое сражение. Будем, надеюсь, и дальше мы его пилить, пишите свое мнение. Здесь будут и обычные схватки, и, естественно, галактическое завоевание. Может быть, даже сыграем в компанию. Но это только будет после прохождения на оригинале, естественно, в карабшен. Чтобы не путать кислое с пресным. Как бы базовую механику и механику модов. Если она реально здесь будет работать. Ну что ж, надеюсь, что видео вам понравилось. И не забывайте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, оставляйте свои комментарии. На сегодня все. С вами был Крестоносец. Всем удачи. Пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok